Поздоровайтесь с моими друзьями! Здравствуйте! Камрады, привет! В общем, тема какая? Они сейчас расскажут не из моих слов, а именно своя история, которую мне поведали. Но будет интересней услышать именно историю, которую передали им про бабки. Желайте нам удачи! Смотрим, какие переключаются. Всем пока! Пока-пока! Доброе утро, господа! Вчера поздно легли, а кто-то даже не ложился. Видите, у меня глаза до сих пор не открылись, как вьетнамец или я кореец. Не знаю, может монгол, татар. В общем, ночка была сложная, деревенская. Сейчас вот все хозяева, соседи, коров погнали. Так что, ой, ребят, прохладненько сегодня. Пожелайте удачи нам! В общем, ребят, приехали мы на то место, про которое рассказывала Татьяна. Вот именно вот в этой области находится клад. Еврейский клад. Не знаю, насколько богатый, но он здесь. Но поблуждав здесь, конопля выше меня. И она очень густая, очень густая. Прибор засунуть невозможно. А сам фундамент так я и не нашел, потому что то ли распахивали здесь, то ли что. Без щупа здесь не обойтись. Щуп я с собой, к сожалению, не взял. Это мое упущение. Так что в этом видеосюжете вы клад не увидите. Будем ходить в основном по заброшкам. И сейчас мы отправляемся в одну из них. Благо этих заброшек здесь очень-очень много. Ну и по заброшкам любопытно посмотреть, как раньше жили и что оставили после себя. Всем, я думаю, понравится. Так что идем в заброшечки. Итак, ребят, попрощались мы с домом, с предыдущим. И сейчас направляемся в еще один вот домик. Тоже заросший. Но местные жители сказали, что дом, хозяин, вернее, дома был скромный. Он пенсию не получал, никогда ничего не покупал. В общем, скромненько он жил. И мы сейчас зайдем. Включусь именно в доме. Вот вопрос, как теперь туда пройти. И кусты, как вы видите, болем под самую крышу. Ладно, включусь в доме. Итак, пробираемся всквозь такую чащу. Здесь очередное колесо деревянное в кустах. В каждом доме такие вот деревянные колеса. Так, створки закрыты. Это означает, что? Что хозяева, возможно, умершие. Так, Русь. Там Русь открыта, да? Так, дом открытый. Ничего не взламываем. Просто заходим и смотрим, как жили. Так. Опа-на! Вот это, да. Целая. Нифига себе. Вот это находка. Вот это я обязательно заберу. Так, аккуратненько. Нельзя расколоть. Мрак, полный мрак. Смотрите, как тут. Включаем фонарь. Беллада, улыбаем. Смотрите, целый шматок алюминия. Так, туда надо будет тоже посмотреть обязательно. Так, ну и здесь достаточно светло. Смотрите, печка чёрная. Так, красный угол. О, фотографии, это интересно. Вот такие вот ёлочные игрушки. Жалко, что разбито. Такие ёлочные игрушки, для информации, ребята, хочу сказать, что достаточно дорогие. Так, что у нас здесь? Старые фотографии. Книжка. Что за книжка? Посмотрим год. К сожалению, года нет. Здесь тоже фотографии. Это военное время, послевоенное. Так, здесь у нас что? Удостоверение. Ещё одна книжечка. Тоже удостоверение. Посмотрим, что здесь у нас. Чё, здесь что-нибудь интересное? Вот такой старинный тут ещё. Горуб такой. Тоже с бельём. Так, подпол. Русская, подпол здесь. Надо будет тоже позвонить. Интересно то, что, смотрите. Подпол. С медной. Так, очередной красный угол. Так, здесь у нас какая-то баночка. Ух, смотрите, там куча крестиков. А зачем они тут? Ничего себе. Спаси и сохрани. Похоже, серебряный. Дом такой, знаете, крепкий ещё. В нём ещё можно жить. Прикольно, прикольно. Часики. Вот эти древненькие. С, ч, з. Весь механизм металлический. Так, ещё одни часики. А это полностью дерево. Грузики. Вот такие вот зеркала. Очень много зеркал здесь. В этой деревне. Ладно, пойдём посмотрим ещё что. Так, ну что, давайте пройдём туда вот. Блин, полы ходуном входят вообще. Блин, здесь такая пыль вековая. Ложки, ложки, ложки. Серебра нету. Такое ощущение, как будто здесь век никто не жил. Такой слой пыли. Друсик, ты что там делаешь? Что-то у него там запищало. Ладно. Дальше. Итак, ребята. Очередной чердак. И очередная непонятная конструкция. Что это такое? Какие-то ячейки. Что за изделие, я даже не знаю. Пишите в комментарии, что это такое. Интересные, любопытные вещи. Там ещё одна. Ну, а в целом, чердак пустой. Здесь вот древняя ножовка. Потом ещё вот такая вот непонятная конструкция. Тоже из дерева. И кованое железо. Что это? Пишите в комментарии. Я не понимаю. Так, вот ещё графинчик. Так что очередной пустой чердак. Ладно. Пойдём дальше. Искать интересные видеосюжеты. Таня, рассказывай, чей дом. Бабушка с дедушкой жили? Почему закрыт? Открыт. Надо с той стороны открыть. С той стороны закрыть. А может просто так повернуть в вороток? Ладно. Здесь пустенько. Здесь пустенько. Пустенько здесь. А ещё здесь жильбедная. Вот этот прям красота. Комод. А иконы вон есть до сих пор. Фонарика есть? И нам, факты есть. Да? Да. Фонарика нет? Блин, я всё забыто. Сейчас, подожди. Я сейчас посвечу. Мам, у тебя уже зарядки не хватит. Мне хватит сейчас. Ну, они обычные, да. Посмотрите, что у нас есть. Где? За иконами. Так, вот обычно складываются. Да. А вон, что-то есть. Ну, там икона, да, советская. Советская? Антиквар теперь. Так, не материмся в афире, дамы. Извиняюсь. Ну, вот этот улевый тоже, вы узнаете. Да, по мне там по спине кто-то ползёт. Ну, пошло. Ну, курифчик ползёт кто-то по спине. Да, блин, ну, кто-то ползает. Ну, чё, чё там? Ну, там только клещ может. А может ухлоска. А это всё равно ручной подруги. А интересно, а кто дом вообще, кто-то взбирал в домке? Чей-то разобьет. Да это уже, наверное, мародёрство. Кто-то заходит и... Кому не лень? Да. Ну, нет, нет, вот смотри, например, кому-то чё-то надо бы... Дом целый, но пустой. Он ползёт у меня по спине. Нееет. Субтитры подогнал «Симон»